Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книге, о музыке, о кино. Сегодня мы поговорим о комиксах. Усатая морда пустилась во все тяжкие. Да, конечно, я даже немного волнуюсь, потому что, в принципе, этот жанр мне не близок. Я совершенно не воспитан в культуре комиксов, а это огромная культура, это гигантский пласт искусства современного и массовой культуры. Для начала будет, как всегда, небольшое теоретическое вступление, нестерпимо скучное для всех, кто в комиксах разбирается. Но, пожалуйста, можете пролистать его в конце концов. Перемотка к вашим услугам. Итак, чем комикс отличается от книги? Во-первых, комикс это тоже книга, и это надо понимать. В основе все равно текст, написанный буквами. Во-вторых, комикс это вовсе не какая-то штука для маленьких, там вот что-то для малышей придуманное, нет. Это часть современного искусства, и не просто массовая культура, но и высокой культуры. Многие комиксы являются произведениями искусства. В основе различия комикса и художественного произведения лежит ТОХР. ТОХР. Это аббревиатура, обозначающая тип организации художественного текста. ТОХР бывает прозаический, поэтический, во всех его разновидностях, от верлибра до строгих выспленных форм, изысканных, типа венкасонетов. Или, например, драматургический ТОХР. И вот как раз ближе всего к драматическому построению текста, к драматургическому построению текста, простите, с репликами, с ремарками, с какими-то отступлениями, описывающими происходящую обстановку и так далее, с обязательными диалогами, даже если персонаж находится в одиночестве, все равно повествование строится как диалог, потому что поделено на отдельные реплики, даже если это внутренний монолог. То есть драматургическая организация, тип организации художественного текста. Кроме того, комикс вовсе не упрощает содержание того сюжета или той фабулы, которую он рассказывает. Хотя бы потому, что в принципе, помимо текстового восприятия, у вас есть изобразительное художественное восприятие, которое обязательно задействовано на полную катушку. То есть все зрительные ассоциации, все ассоциации, связанные с картинкой, они мгновенно мозгом востребованы для того, чтобы воспринимать как целое, как единство. А комикс обязательно должен представлять единство текста. Неважно, делает ли его один автор и создатель текста, и художник, или два автора, или коллектив автора. В этом виде искусства очень распространено коллективное творчество, студийное. Неважно совершенно, сколько людей делают комикс, он должен представлять собой органическое единство. Не просто стилевое, но во всех абсолютно отношениях. И там есть свои довольно сложные хитрые законы. Потому что, например, чувство юмора автора или авторов, я уже оговаривался, реализуется не только в слове. В тексте оно тоже прекрасно, в картинке оно тоже прекрасно передается, как и в тексте. Потом динамика определенная, потому что динамика повествования здесь зависит во многом от изобразительного ряда. Можно одной картинкой показать то, что займет две страницы бисерного, то есть полного каких-то подробностей, вот таких вот въедливых деталей, описания мелким шрифтом, что называется. Почему? Потому что изобразительные средства позволяют это. И наоборот, то, что изобразительные средства абсолютно не позволяют, потому что, сколь ты не рисуй условное лицо мультипликационного персонажа, гамма эмоций, которую оно передает, она очень скудна. Это понтоны, это такие яркие, значит, гнев, сожаление, радость, боль, страх. Задумчивость, так вот просто. Словами можно передать гораздо больше. Более того, передавая словами, мы можем добавить туда сугестивности до внушения. Передавая какое-то эмоциональное состояние словами, мы можем добавить туда вариативности. То есть мы как-то иносказательно это опишем, и у нас будет совершенно непонятно, испытывает ли персонаж гнев и сожаление, или гнев и раздражение. И каждый читатель будет в зависимости от собственного восприятия решать и так далее. Вы все поняли. То есть средства, они абсолютно неравнозначны. Изобразительные и словесные. И вот они, весь арсенал средств используется. Конечно, такое синтетическое искусство, оно будет не менее сложное, не менее интересно по своим возможностям, чем, собственно, художественный текст. Искусство комикса начинается у нас на скальной живописи, заканчивается оно вовсе не мурзилкой и веселыми картинками, в рамках которых во время создания этих журналов были созданы шедевры отечественной иллюстрации к детским книгам. Значит, вот, собственно, история комикса за 10 секунд. Значит, вот, собственно, все теоретическое вступление. Теперь очень простая и ясная причина, с какой стати у меня в блоге, где там классика, поэзия, так вдруг возникают комиксы. Ну, дочке же у меня скоро 5 лет, ну, очевидно же, это же не рекламный блог. То есть я просто подыскиваю то, что ей действительно по интересам. И так как Туви Янсу у нас не пошла, совершенно точно, дважды я пытался начать читать мои любимые детские книжки, причем речь идет именно не о комиксах прекрасных, значит, о знаменитой писательнице, а о самом тексте про Маме Троллей, да. Вот я теперь побоялся показывать ей комиксы, боясь, что вот негативное впечатление перекинется, значит, с одного жанра на другой. И пока Туви Янсу мы отложили, чуть-чуть через годик вернемся. Это все очень индивидуально у всех. И вот я сейчас подыскиваю что-то такое, что будет ей реально интересно. Потому что это самый главный критерий. Ребенку обязательно должно быть интересно. Ну и, наконец, переходим к существу сегодняшнего рассказа. Сегодня очень длинный будет видеорассказ. Итак, Хильда, цикл комиксов. У меня две прекрасные работы, значит, сейчас. Из большого цикла Люка Персона, британского художника, мастера комикса, который сейчас рисует мультфильм по этой Хильде, значит. Хильда и Тролль, Хильда и полуночный великан. Вы уже видите, что по имени и по изобразительному ряду понятно, что речь идет о скандинавской мифологии. Что это такое, насколько это богатый, неисчерпаемый источник для различных сюжетов массовой культуры, я объяснять не буду. Но в данном случае речь идет о адаптации для самых маленьких. Ну, не совсем для самых маленьких, все-таки не для малышкового возраста, да, но это старший дошкольный возраст. Эти комиксы очень хорошо читают ребенку вслух. Мы просто на ура вчера вот буквально и пугались, и радовались, и улыбались, и вообще были счастливы, да, значит, от этой истории, да. Значит, что это за мир Хильды? Хильда живет в маленькой хижине вокруг огромных заснеженных гор. Здесь есть все, все признаки фэнтезийного жанра, да, даже карта, карта местности, она прекрасна, потому что у нее совсем немного объектов, вот. Вот, оно вот чувствуется, опять же, это такой немножко английский юмор, да, он неявный, он скрыт просто в том, что здесь объектов немного, и вот, например, среди гор прячется вот такой сидящий гигантский великан, да, один из объектов просто обозначен дыра, и все. Ну, вот есть земля, да, вот какой-то там холмы, 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 а потом дыра. Вот, очень интересный объект с точки зрения ребенка. С точки зрения ребенка любая коммуникация, открытая или закрытая, в асфальте или в земле, это ей просто дыра. Вот, и это страшно любопытно, ребенок, конечно, туда полезет. Будьте внимательны и осторожны, родители. Значит, «Дикие земли», «Дом Хильды», «Заводь» и так далее. И вот в этих-то декорациях и развивается повествование, значит, о маленькой девочке Хильде, которая начиталась страшных книжек про троллей. Вот они очень комично переданы, содержание этой книг. Опять же, обратите внимание, художник комикса имеет возможность передать одной картинкой очень богатое содержание. Здесь все об истории взаимоотношений человека и тролля, как видов, да, а также об их взаимных претензиях, да, изложено на одной маленькой черно-белой иллюстрации. Значит, и дальше продолжается история про Хильду. Она, конечно, живет в очень интересном мире, где запросто можно не закрыть дверь в этой самой хижине, да, и зайдет древесный человек. Жутковатое, надо сказать, существо без лица, вот такой вот, напоминающее недоделанного буратино, да, с опиленным носом таким вот. Значит, этот живой чурбачок носит им дрова, так, чтобы вы знали просто. Маленькая деталь. Вот, в дом. А Хильда, как и любой ребенок, обожает именно в дождь, особенно в проливной дождь, спать в палатке ночевать, во дворе дома, значит, в палатке. Это очень распространенное среди американских детей развлечение, да, когда ты уходишь из дома как бы в поход, да. На самом деле, на задний двор собственного дома. Но у нас, как бы, большая часть людей все-таки живет в квартирах, а не в отдельных домах. Но все равно сам принцип, да, намного уютнее, намного таинственнее и интереснее, значит, когда капли дождя барабанят по матерчатой крыше палатки, и весь мир сужается до вот этого маленького теплого сухого уголка. Сухого, конечно, если к тебе не привезет твой питомец, которого ты сначала примешь за ужасного монстра, значит, который вырывается в палатку. Это, оказывается, твой маленький питомец. О питомце скажу в конце. Значит, вот Хильда ночует в такой палатке. Прекрасное развлечение, значит, для любого такого романтически настроенного ребенка. И вот это ощущение, когда ты специально выходишь, пока дождь не начался, а раскладываешь палатку, значит, во дворе дома, чтобы ночевать там в спальнике, потому что это интересно, это приключение. Вот это ощущение точнейшим образом передает схваченную в книге атмосферу и тот замысел художника и автора, который, собственно, и вынесен в цитату из Нью-Йорк Таймс. Мир Хильда невероятный, загадочный, немного зловещий, любой ребенок захочет в него попасть. Ну, конечно же, там зловещие, ужасающие, пугающие приключения. Вы встретите и троллей, и других созданий, да. Причем Хильда пытается все зарисовать, она такой юный натуралист, да, она изучает это. Вот, значит, при этом страшный, ужасный тролль, который придет по ее душу, вот, опять же, значит, принцип того, как юмор реализуется в иллюстративном ряду, да, вот, значит, в изобразительном ряду, да. Великан, спорим, он уже знает, куда идти. Вот, значит, великан, да, ей встречается вот такая гигантская лапа нарисованная, да. А потом показан сам великан, да, вот он, масштаб меняется, да. Мы видим крохотной полоской лес, да, такой микроскопический, потому что великан реально огромный, ему едва до щиколотки, высокие деревья доходят, да. И он стоит и тупо пялится в эту карту, многократно сложенную со сгибами, знаете, такая туристическая карта, и говорит, проклятие! Нам все сразу становится понятно. У великана, вот. А потом еще объясняется, когда он хватается за голову, вот так вот нарисовано, да, и говорит, с такой высоты все выглядит одинаковым. Конечно, с его-то высоты. Вот. Это очень смешно нарисовано, это не передать с вами, это надо видеть. Вот такие вот моменты, за них, конечно, комиксы любишь. Даже вот такие комиксы, предназначенные для маленьких детей. Будут неожиданные повороты сюжета. Вы ни за что не догадаетесь, почему тролли боятся колокольчиков, и что именно сделала Хильда, а потом, как она повела себя, как настоящий, не просто воспитанный, а воспитанный в лучших традициях ребенок, которому жалко создание, значит, зависящее от него, да, вот, и который обязательно хочет исправить свою ошибку. Это прекрасно, по-моему, придумано. Вот. Между прочим, во второй книге, «Хильда и полоночный великан», да, здесь у нас Хильда сталкивается с проблемой сосуществования людей-великанов, да, но только чтобы понять, каково это, жить рядом с великаном, да, и каково великану жить рядом с этими вот этими мелкими, да, которые он случайно может раздавить в любой момент, Хильде приходится самой стать великаном, и она, в общем-то, этот простой, и он еще со времен, дорогая «Я увеличил ребенка», да, это прекрасная комедия, значит, со времен, ну, не знаю, каких, Карри Каевали, знакомая нам сюжетная штука, она прекрасно совершенно реализована, потому что там очень много смешных моментов, очень много поучительных моментов, и, опять же, ребенок извлекает какие-то для себя истины, и для него все понятно. В целом, здесь есть какая-то информация по реальным скандинавским мифам, но ключевое здесь слово «какая-то», потому что эта книга вовсе не для знакомства с азами, с такими вот самыми простенькими интерпретациями образов, значит, скандинавской мифологии. Здесь есть какая-то информация про великанов, даже с именами, с этими многосложными, чудовищными, шведско-норвежскими, не знаю, какими. Вот, в общем, британский художник тоже об этом помнит, но он на этом не заморачивается. Здесь надо обязательно помнить, что это детские сказки. Ну, и о питомце я вам обещал сказать, да, вы видите его здесь на обложке, это, ребята, рогатая собака, потому что у меня язык не поворачивается назвать это, значит, какая-то, то ли лисенок, ну, лисенок, конечно, да, но почему с рогами? То есть, ну, это совершенно очевидно демонический персонаж, да, ахтонический, да, потому что рогатый. Вот, и, значит, и он является домашним питомцем. Наверное, это как-то объясняется в комиксе, либо я пропустил это место, либо не дочитал, либо это еще впереди, поскольку здесь, конечно, не два выпуска в этой серии, больше шести, и мы, наверное, узнаем, почему у нее рогатая лисица живет дома, или рогатая собака, или, в общем, какая-то кабарга просто, какая-то, вот, значит, вот. Хельда милая девочка, очень правильно воспитанная, она ничего не боится, но, читая о ней и рассматривая картинки, нам с пятилетней дочкой было очень приятно пугаться, а потом радоваться, потому что она, конечно, понимает уже юмор книги, да, понимает заблудившегося великана с картой, значит, туристической, и очень хихикает над этим. Отличные вещи. Я считаю, что, в принципе, главное не сосредотачиваться на чем-то одном. Если ты будешь мучить ребенка чтением слух за умных историй, которые ему еще рано слышать, наверняка не сложится с чтением в будущем, да, и наоборот, если будешь кормить его только комиксами, и он привыкнет к рисованным историям, и будет воспринимать только рисованные истории, да, то, в принципе, может быть, он станет, конечно, заядовым считателем графических романов, а среди них есть шедевры, но, скорее всего, он будет сильно разочарован, когда перейдет к литературе, написанной черными буквами по белой бумаге. Поэтому, наверное, главное соблюдать какой-то баланс. Но вот такие книги – это настоящее открытие. Читайте, наслаждайтесь. Люк Пирсон, британский художник, издательство «Манн, Иванов и Фервер». Спасибо за внимание.